Шансы на золото еще есть. Погоня за «Зенитом» дается «Динамо» тяжело. В матче с «Краснодаром» – 1-2-0, команде «Шварца» помог скандальной пенальти, а с «Нижним Новгородом» – 1-2-0, автогол «Гацука». Тем не менее, за шесть туров до конца чемпионата «Белоголубые» отстают от лидеров всего на три очка. Ход с возвращением Смолова в родную команду, в принципе, сработал, на счет у форварда уже четыре мяча этой весной. Удалось также сохранить Шаманского, поляк, лидер полузащиты «Динамо» и лучший ассистент РПЛ. Тюковин и Грулев, правда, стали меньше забивать, немного потерялся и Захарян, всего один гол в 2022 году. Ахмат неудачно проводит весеннюю часть сезона. В пяти последних турах у команды Талалаева два ничьи и три-три поражения. Грозненцам может не хватать турнирной мотивации, сейчас они занимают восьмое место, даже после такой серии без побед. Вылет им не грозит, сильно выше тоже подняться не получится. Есть проблемы в атаке, в трех последних матчах футболисты Ахмата не могли отличиться. В составе грозненцев выделяется Уткин, часто забивающийся о штрафных, но ему нужна подмога от форвардов. Для «Динамо» сегодня будет необычный матч. Через три дня клуб отмечают 99-летие, так что на игру с Ахматом уже запланированы празднества. Терять очки в такой день будет непозволительно. Да и на «Зенит» надо и дальше оказывать давление, вдруг команда «Симака» где-то оступится. На победу «Динамо» БК Лига Ставок предлагает коэффициент 1,76. Также интересно в этой игре выглядит тетал больше 2,5 за 2,12 в БК 1 Хоставка. Обе команды может прорвать после нескольких матчей с 1-2 голами.